Здравствуйте! В эфире программа «Айтар Мбар» и с вами я, Ася Лейдар, и сегодня у нас в гостях сын ветерана Великой Отечественной войны Сикимбая Сапарова Ариб Сикимбаевич. Здравствуйте! Как вас зовут? Здравствуйте! Дела хорошо? Ариб Сикимбаевич, можете рассказать, пожалуйста, о своем отце? Чем он занимался при жизни? Ну, начнем, наверное, с биографии. Это более-менее будет достоверно для населения, которое смотрит сегодняшнюю передачу. Сапаров Сикимбай, отец наш, родился в двадцатом году, в марте месяце. Вот нынче 15 марта ему исполнилось 100 лет. И глубоко символично, что именно его столетие совпало с 75-летием Великой Отечественной войны, которая отмечает весь бывший советский народ, готовится к празднику, чествованию ветеранов войны. И мы, конечно, как дети, которых воспитал, вырастил наш отец, гордимся этим праздником И хотим по-своему как-то отметить столетие, увековечить память о нем, чтобы внуки, правнуки знали, хотя все население, где он работал, проживал, его прекрасно знают, но об этом, наверное, чуть позже. — Какие мероприятия будут проводиться или уже проводятся в честь столетия СССР? — Ну, во-первых, знаете, вот столетие его надо увязывать с его биографией. Он сам педагог. Педагог заканчивал всеми палатинские, педагогические. Поэтому в основном свою жизнь посвятил просвещению, воспитанию подрастающего поколения и за его, видимо, принципиальность, за его постановку вопроса, касающихся именно злободневных вопросов. Он неоднократно избирался депутатом сельских и районного совета народных депутатов. На войне, после войны он был награжден орденом Красной Звезды, награжден орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Я этот разговор к чему веду? Потому что, отвечая на ваш вопрос, что мы планируем, именно исходя из этих соображений, что он работал в сфере просвещения, в сфере советско-партийных органов долгое время. Если коротко сказать, после войны он работал в Ильтайской, есть у нас село Ильтай, в Уржаре, в Уржарском районе. Там он работал долгое время директором школы. Потом его перевели на более трудный участок, есть на Олинский детский дом. Вот ему доверили именно райком, партия доверила возглавить детский дом, где были дети, сироты. В основном после войны очень тяжелое время было. Вот он занимался этими вопросами. Далее он работал во многих школах директором, в основном в Островской школе. Последние годы своей жизни он работал директором школы имени Сифулина в село Маканчи, в народном образовании был. До этого в промежутке партия говорила так, когда он говорил, почему папа, мы переезжаем с семьей, то в Маканчах, то в Новолах были и так далее. Он всегда говорил, дети, вот куда партия пошлет, я там и буду. Поэтому вот по зову партии и по решению партийных органов он работал в сфере партийно-советских органов, возглавлял коллективы. Был в колхозе имени Ленина, где находился детский дом, который он возглавлял. Его население, труженики, колхозники избрали секретарем партийного комитета. И он вынужден был, значит, покинуть пост директора и пойти работать в партийные органы. Но если говорить так, по молодости он работал и в районной газете, заместителем редактора, это 60-е годы. Работал в других сферах, именно в советских органах в основном работал. Поэтому, судя по его биографии, в последние годы совет ветеранов Макончинского района, в то время район был, они вынесли предложение присвоить ему, после смерти уже, в 1994 году присвоить имя улицы Строительная, где он проживал, улицу Сапарула-Секимбая. Открытие было, презентация была улицы, где участвовали жители Уржара, Уржарского района, Макончинского района. Тогда уже практически был Уржарский район, расформирован Макончинский, и соединили в Уржарский район. Вот на ваш сейчас вопрос, что мы сейчас планируем к столетию, ну это знаете, это отметить столетие в семейном кругу, именно к празднику. Он всегда считал праздник Победы 9 мая священным праздником, и выделял среди всех праздников года именно 9 мая. Чтил память погибших, соратников, друзей, с которыми воевал, множество друзей, с которыми он связывался. Вот в Ленинграде Красиков, его хороший товарищ был, его сослуживцы еще, в других, вот в России очень много было, они как-то общались, но не сказать, что там в общении где-то они встречались и так далее, но переписки были в то время, вот он всегда гордился своими боевыми друзьями. Ну в канун, я сейчас сказал, что в Макончах и его именем названа улица, все, а теперь значит в канун столетия в Уржаре, где мы проживали, где родились вот мы, дети его, сейчас внуки, ну и мы, конечно, дети, хотим увековечить его память в честь 75-летия Великой Отечественной войны и в честь столетия поставить, где вот мы проживаем, именно на углу улицы, стелу с надписью «Память в честь столетия и 75-летия Великой Отечественной войны» с его портретом и с указанием года рождения и смерти. Ну если коротко, вот такие вопросы. Ну далее, что, ну всех, наверное, интересует вопрос, много у него внуков, правнуков, шестеро детей он воспитал, всем дал образование, что хорошо, у казахов говорят, кетеринды не мережит кетеринды, поэтому с одной стороны мы считаем, что он горд этим, что после него остались дети, есть внуки, есть правнуки, даже есть праправнук в данное время, сейчас, они проживают в основном в Астане, но все мы вот соберемся, конечно, отметим и столетия, и 75-летия, как дань, уважение, любовь к отцу, который всегда думал и заботился только о нас, и уже о народе, о тех окружающих, о населении, о труде и быте, как я вам сказал раньше, и в колхозе, и в детском доме, и в школах, и где бы он ни находился, всегда он был, на мой взгляд, я, конечно, об отце могу только так говорить, но судя по всем откликам людей при жизни и после жизни, он был очень строгим руководителем, принципиальным, жестким, хотя в жизни он очень справедливый, очень такой вот понимающий, он всегда понимал боль людей, всегда шел навстречу, чем помочь, как оказать содействие, даже шел за кого-то, где-то, скажем, сказать свое слово, что это надо вот так сделать, вот такие, такие-то, есть приполные нюансы в жизни, вот так и так далее. Ну, я думаю, он провел очень счастливую, правда, недолгую жизнь, он в 66-67 году уже умер за этот период, вот и на войне, и после войны, я думаю, что память о нем и у населения, и у детей, и у оставшихся внуков, правнуков и так далее, светлая память всегда останется у нас в сердцах. А какие воспоминания он вам рассказывал о войне? Ну, о войне, как я вам говорил, он часто говорил о своих однополчанах, вот я говорил, вот Красикова, например, в Ленинграде, он проживал, он к нему ездил, они, как-то Красиков к нам собирался, вот именно в Симпалатинский регион, он был наслышан, что у нас тут именно ядерное оружие испытывают и так далее, он как-то собирался сюда, но по каким-то объективным, субъективным причинам не попал почему-то, но отец туда ездил, неоднократно встречался, они там, вот такие. Ну, воспоминания какие, чтобы что-то, вот знаете, сказать, вот я то-то сделал, и вот я там-то этот, мы никогда от него такого не слышали, что вот какой-то героизм или патриотизм, он всегда говорил, мы, мы, вот сила, поэтому наша сплоченность, наш интернационализм выиграл войну. Вот коротко, если такие вопросы. Спасибо вам большое. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, у нас в гостях сын ветерана Великой Отечественной войны, Сикимбая Сапарова, Ариб Сикимбаевич. Ариб Сикимбаевич, пользуясь случаем, можете передать привет нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, кто смотрит, кто слышит. Как я сейчас говорил, это 9 мая, это священный праздник, это Великая Победа, это мой отец и те, которые воевали, как он, которые именно завоевали эту Великую Победу, дали нам путь в будущее, в прекрасное. Поэтому я так думаю, что весь наш народ, бывшие все союзные республики, процветают, живут, здравствуют сегодня, народ созидает. Почему? Потому что вот именно благодаря им, благодаря Великой Победе. Поэтому хочу заранее всех поздравить с этим великим, по-настоящему народным праздником, с праздником Победы, дорогие друзья, населения, участники Великой Отечественной войны, особенно. Дань уважение к вам, большой поклон. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. На этом наша программа подходит к концу. С вами была Селяйдар. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!